Как доехать от горячего ключа до моря? По карте видно, что до моря от горячего ключа примерно 50 километров. Это один час езды на автомобиле. Но оказывается не все так просто, поскольку летом пробки прямого автобусного сообщения между горячим ключом и джубга нету. То есть вы не можете выйти на трассу, купить свободно билеты и доехать до моря. Здесь варианты следующие. Конечно, если у вас есть свой собственный автомобиль, то вы садитесь и едете. Вариант другой. Вы садитесь на автобус, который продает билеты в курортной зоне. Это примерно будет около 500. Если не ошибаюсь, 1000 рублей стоит такая поездка. Вы можете, конечно, попытать счастье выйти на трассу, голосованием, автостопом доехать. Но это предприятие не для слабонервных. Я очень мало вижу людей, которые бы так ездили. Возможен также вариант доехать до моря на электрички. Когда у меня не было автомобиля, то мы с детьми садились на электричку, которая идет примерно в 6 часов. Это примерно я говорю, я могу ошибаться. Электричка, расписание ее меняется. Примерно в 6 часов садились на электричку. Набирались до Туапсе. Уже не джубги, а Туапсе. Примерно в час. Там купались около часа или двух. И потом возвращались обратно на уже вечерние электрички. Получалось нормально, хорошо. Поскольку все равно больше двух часов невозможно выдержать. Качество альтернативы морю. Местные много использовали озеро. Но в прошлом году оно испортилось. После купания в озере появлялись сыпи. И в конечном счете было решено не купаться в озере. Я с детьми на велосипедах езжу в район мебельной фабрики летом. Там наиболее чистая вода. Конечно можно сказать, что и там грязная, что все равно канализация не везде нормально работает. Но все же таки от курортной части ее сливается минимум. А сверху по руслу реки это два населенных пункта. Это фанагорийская и безымянная. Еще один вариант принимать в ванны это поставить собственный бассейн. Примерные цены на электричку, если не ошибаюсь, это рублей 200 по моему с горячего клеща до Туапсе. Я еще забыл еще один вариант купания в море. Это доехать до Абхазии. Как раз перед началом летнего сезона, в мае, моя супруга с детьми ездит в Гагры. И там они отдыхают и купаются. Если же говорить о недостатках моря, то нужно понимать, что практически все канализации, все испражнения, все нечистоты идут прямиком в море. И поэтому там ежегодно возникают множество кишечных инфекций. То есть, казалось бы, море должно лечить, но на самом деле буквально все приезжие сидят в подхожих местах.